Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире очередные кандидаты выборов 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении. Официальное объявление. Армянно-российские отношения должны быть гораздо более стратегическими, гораздо более партнерскими. Никол Фашинян. После трехлетнего перерыва в армянской церкви Сурбхач на острове Архтамар завтра будет отслужена литургия. Президенты Российской Федерации, Ирана и Турции согласовали комплекс мер по урегулированию в Сирии. Небензя призвал ООН срочно расследовать источники получения оружия боевикам в Идлибе. Сайда Меликян выдвинула свою кандидатуру на предстоящих выборах Национального собрания Западной Армении 2018 года. Она родилась в Армении. С 1965 года объявила себя солдатом своей родины. Желает воссоздания Великой Армении. Добавим, что еще одним кандидатом в выборах 2018 года Национального собрания Республики Западной Армении стал Арман Вартанян. Родился 24 января в Ереване. Служил в Арцахе. В 1998 году окончил РАВИ по специальности юрист. В настоящее время работает в Российской Федерации. Выдвижение кандидатов в Национальное собрание Республики Западной Армении этого года началось 1 февраля 2018 года. И состоялась церемония подписания мандатов на пост депутата. Кандидат должен представить свою автобиографию, краткую программу и квалификационный сертификат. Национальное собрание Республики Западной Армении. Парламент состоит из граждан Республики Западной Армении. Наличие паспорта гражданина Западной Армении является обязательным для кандидата. Для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, нужно представить как минимум 200 подписей граждан Западной Армянской Республики. Для получения дополнительной информации об условиях участия в выборах вы можете ознакомиться на официальном сайте телеканала Западной Армении. Уважаемые сограждане! В первую очередь мы хотим обезопасить наших сограждан. И подтверждаем, что указанные ниже лица не имеют никакого отношения к Национальному совету, правительству и парламенту Республики Западной Армении. Именно поэтому мы публикуем фотографии преступников, которые своими заговорами наносят ущерб не только правам, истории и политическому коллективному предназначению Западной Армении, но и незаконно эксплуатируют названия правительства и государственных структур Западной Армении, искажая и вводя в заблуждение коллективное сознание, служа только и только врагам нашего прошлого и настоящего. Фальсификаторами являются Тигран Арутюнян, Ноян Тапан, Тигран Пашабезян, Армен Тер Саркисян, Арменак Арман Тян, Саида Оганян, Диана Григорян, Давид Хиноев, Радик Хамуян, Петровский Шишуглян, Врешкосян и другие. Мы призываем всех тех, кто обманут и удивлен, увидев свои имена и фотографии, списки обвиняемых как можно скорее обратиться к властям Республики Западной Армении с помощью следующей электронной почты. Ахикар Рашид Исса связался с президентом Западной Армении Арменаком Абрамяном со словами «Брату Арменаку Абрамяну ясно и откровенно. Я не знаю этот список, но в нем мое имя и фотография. Я очень горько отношусь к этому одностороннему неправомерному делу и уважаю ваше юридическое лицо и практический статус. Поэтому я отправила вам это сообщение и это разъяснение. С большим уважением ко всем вам, кто работает, потому что связь между нами намного сильнее, чем эти манипуляции». Отношения с Россией занимают особое место и имеют особое значение для Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в эксклюзивном интервью программе «Зинуш» Министерства обороны Республики Армении. «Премьер-министр выразил надежду на то, что эффективность этих отношений существенно повысится. Наши отношения должны быть на гораздо более высоком уровне, гораздо более стратегическими, гораздо более партнерскими и гораздо более братскими», — сказал Пашинян. После своего избрания на должность премьер-министра Никол Пашинян уже в третий раз встретился с президентом России Владимиром Путиным. В первый раз они встретились 14 мая в Сочи в рамках саммита Евразийского экономического союза. Вторая встреча состоялась 13 июня в Москве во время открытия чемпионата мира по футболу. Обе встречи, по сути, были короткими, прошедшими на полях различных мероприятий. Предстоящая встреча сегодня, 8 сентября, фактически станет первым полноценным саммитом руководителей двух стран. В армянской церкви Сурбхач на острове Ахтамар, озеро Ван после трехлетнего перерыва, завтра будет отслужена литургия. Как сообщили новости Армении Ньюс ЭМ, в Константинопольском патриархате с 2010 года организовывается паломничество. Однако в последние три года турецкие власти запрещали проведение литургии в целях безопасности. В этом же году Константинопольский патриархат обратился в соответствующие органы с просьбой о проведении литургии на Ахтамаре и получил разрешение. В этом году паломничество на Ахтамар состоится 9 сентября, в тот же день в 11 утра будет отслужена литургия. Участники состоявшегося в пятницу в Тегеране третьего саммита России, Ирана и Турции одобрили комплекс мер по дальнейшему регулированию в Сирии, уделив особое внимание ситуации в северной провинции Идлиб, единственному анклаву на территории страны, остающемуся под контролем незаконных вооруженных формирований. В декларации, принятой по итогам переговоров президента Ирана Хасана Раухани, главы российского государства Владимира Путина и их турецкого коллеги Раджеба Таипа Эрдогана, высказано намерение трех стран продолжать взаимодействие вплоть до полного искоренения террористов и стабилизации ситуации в Сирии. Как подчеркнул на итоговой пресс-конференции российский лидер, изгнание боевиков из Идлибы является главной задачей и на данном этапе. Участники саммита подтвердили свою решимость продолжать активное сотрудничество в целях продвижения политического процесса в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией 2254-го Совета безопасности ООН. Одной из центральных тем переговоров стала ситуация в провинции Идлиб последним о плоте боевиков. Как подчеркнул по итогам саммита президент Российской Федерации, наш общий безусловный приоритет – окончательная ликвидация террористов в Сирии. Президент Турции настаивал на сохранении перемирия в Идлибе, отметив, что ошибочные действия в этом регионе могут привести к срыву политического процесса в Сирии. Россия, Иран и Турция призвали мировое сообщество, в частности ООН, увеличить помощь Сирии. Участники саммита договорились, что следующая трехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию состоится в России. Она станет четвертой по счету. Профильные структуры ООН должны срочно расследовать источники получения иностранного оружия террористов в сирийском Идлибе. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензина в неочередном заседании Совета безопасности по ситуации в Идлибе. Напомнив об уничтожении ударами российских ВКС складов террористов с современным вооружением, дипломат задался вопросом, Откуда у террористов в таком количестве берется иностранная военная продукция? Прямо от производителей или от так называемой умеренной оппозиции, не испытывающей затруднений с внешней поддержкой? Этот вопрос требует неотложенного изучения профильным структурам ООН, подчеркнул Небензи. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Сосну Абехкарвин» в исполнении Саака Саакяна. Саака Саакяна. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала «Западной Армении». Оставайтесь с миром! Саакяна. 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 Саакяна.